Итак, мои хорошие, первое, что привязывает человека к телу, к телесной жизни, душа забывает про себя, погружается в пучину невежества, это мианс. Второе, что человека погружает в пучину невежества, это разбравок. Вот если человек, допустим, интимное отношение строит с близким человеком, то это не работает вот так. Но если у него начинаются половые связи расширяться, то человек теряет совесть, теряет нравственный облик, он становится слюнявым, слащавым, хитрым и противным. То есть это означает, что это называется тонкое наслаждение творчества, он теряет себя как душу, он теряет совесть. Это второй вид, который вызывает деградацию, это разбравок. И третья штука, которая вызывает деградацию, это вино. Потому что она разжигает в человеке плотские желания. Я, говорит, вообще как бы, я, говорит, курить не люблю. Но если я выпью, я начинаю курить. А если я закурю, мне хочется женщин. Что такое? Пока есть, так вот. Тебе распошли, нет? Или, наоборот, я, когда курю, мне хочется выпить. Выпил, хочется женщин. Так оно и есть. Понимаете? Разжигается, страсть у человека спиртного. Несет сразу, он теряет разум. Так действует карма. То есть невежественная жизнь означает сильная привязанность к этим трех вещам. Посмотри к рациону питания невежественных людей, их образ жизни, их желания. Все вокруг их трех вещей крутится. Больше нет особо ничего интересов, нет. Итак, первое. Мясо. Дать 10 вещей, которые сильно пугают людей. Мясо. Ешь или нет? Если не ешь, значит, ты пошел в благость сразу. Если ешь, значит, в благость не пойдешь. Или с трудом. С трудом. Может быть, если человек молится, сильной духовной практикой занимается, и при этом есть мясо, он все равно будет развиваться. И причина заключается в том, что в Священном Писании написано, что если человеку и нечего есть, в таких он районах живет, нечего есть, то можно есть мясо. Но сейчас этот закон не работает, потому что если вы зайдете в супермаркет, слово «ничего есть» отсутствует. Понимаете, если бы здесь вот вы жили, в этой климате, зимой, пшеница не растет зимой. Только зайчики растут, да, в лесу. Все, больше ничего не растет. То есть человеку нечего есть, только соленость и мясо. Зимой как питались. И в этом случае это все оправдано. Но если сейчас другая жизнь, человек может есть без мяса, может молочную пищу, значит, этот закон не работает. Понятно? Не надо его, а не управдывать себя. Свои питания. Это питание приводит человека к деградации. Итак, деградации не только духовной, но также психической и физической. Когда человек ест мясо на физическом плане, у него появляется, у него страдает иммунитет. Потому что мясо – это продукт самоубийства, да. запускаются процессы геморизма, то есть разрушения в организме. Эту штуку, когда ты ешь, у тебя, соответственно, так же организм настраивается, на деградацию, не на лечение. Это тонкое воздействие мяса. Депрессняк на тонком плане. Поел, так как животное испытало очень сильную боль во время смерти, насилие. Знаете, что когда душа вместе с телом выходит из грубого тела, ее отношение к тому, что происходит, не меняется. У меня был один очень хороший друг, монах, он заболел раком. Я просто присутствовал в моменте того, как он наставил тело. Я увидел, как тонкое тело свернулось в области сердца, потом вышло наружу, я все это видел. И видел, как он понял себя, осознал, когда вышел наружу. И два раза пытался вернуться в тело. Он туда прямо устремлялся. Потом он повис над этим другим телом, понял, что ему надо, чтобы другое делать дальше. Я начал за него молиться, и подключились мои друзья, которые пришли к этому делу. Мы за сутки, как бы, его он начал сиять, пошел вверх. За сутки думали, как бы, он начал сиять, пошел вверх. Ну, представьте, человек, который не понимает, что он душа, не изучал это, он выходит и сделал. Что он будет думать, он в шоке. А животное еще больше, понимаете, его взяли и убили просто, без всякого предупреждения, просто зверски убили. И оно выходит из тела, и тело это становится проблоким, понимаете, в нем очень негативная энергия. И все, кто с ним соприкасаются, будут получать, так сказать, негативный результат. Понятно, да? Поэтому депрессняк, человек наил с мясом, его прижимает, тяжело становится. Лучше не есть эту пищу. А задорнов сказал про яйца. С Петросяном есть и дело, напишите задорнов, что говорит про яйца. Есть специальный имморез. Петросян спрашивает задорнов. Ну ладно, мясо ты не ешь там. Петросян спрашивает. Говорит, ну а яйца-то что не ешь? Он говорит, ну вот ты, говорит, аборт жрать будешь? Тот говорит, нет. Говорит, а яйца-это аборт пулицы. Понимаешь? Петросян думаешь. Но в целом, как бы, если говорить, яйца-это продукт насилия, нет. Там нет жизни. Она не сродилась. Ну, то есть, есть оплодопровенные яйца, есть неплодопровенные. То есть, в основном, они неплодопровенные. Я не знаю, как бы, чем отличаются. Это там, технический такой вопрос. Вот. Это просто, ну, в общем, если выбирать яйца или мясо, лучше яйца. Однозначно. Олег Инна Ильич, а как быть, если муж ест мясо, без него не может, я дам... Пускай ест. А если я даже не могу его готовить, то есть, у меня оборочено запаха мяса... Вы должны готовить. Как? Понять, что человек находится на определенном этапе развития, и только вы можете его спасти. Если вы с любовью помогаете ему, терпите это все, готовите, то рано или поздно он перенет ваше, перенет ваше сознание. Но если вы с прощением ему относитесь, то у вас будет разрушена семья. Часто бывает так, что человек, получая благочестие, всегда, когда человек получает благочестие, он всегда получает вместе с благочестием также гордость. Вы помните, вот, допустим, бегать начнет, и все, кто не бегает, для вас будут отстойны. Все, кто фитнес не ходит, будут отстойны. Вы будете чувствовать, видеть сознание людей. они как вареные будут. Вот вы, допустим, на природе пробегались, все остальные для вас будут как вареные. Они будут такие, и вы думаете, что там, как ты живешь? Да, вот, варень, слушай. Знаете, если вы не едите мясо, все для вас будут маслипу мясо еды. Вот, если вы бросили курить, ну, сколько бросили курить, все, кто курит, это стоит, понимаете, это для вас будет. То есть, первое, что приобретает человек, когда он переходит гладостной жизнью, приобретает гордость, он начинает врезвывать людьми. И это надо пройти. Это означает экзамен. То есть, она должна через силу, вот, даже запах... Ну, даже через знание, через знание. Нет, а именно, запах никогда не понравится. Готовить надо. Потом постепенно, как это событие разворачивается? Он сначала вы готовите, он видит, что вам не нравится. Он говорит, ну, давай я тут покупать, но готов уже. Он покупает, и вы готовите, может, без мяса. Потом он будет чувствовать, что я это не очень, будет стараться, там, на работе мясо есть, дома не есть. Потом он вообще перестанет выесть с собой. Передет на рыб. Сначала на легкое мясо люди переходят. Потом на рыбу. Потом на криветы. Потому что это менее организованные формы жизни. Чем меньше животные себя осознают, тем меньше оно испытывает страданий в момент смерти. Животные, которые общаются с человеком, больше, более, самые развитые. Они больше всего страдания испытывают. Те, кто, допустим, живут в лесу, меньше страдают. Зайчики, которые мелкие животные еще меньше страдают. Потому что меньше организованы птицы, земнородные там всякие змеи, допустим, ящерицы, еще менее организованы. Еще менее рыбы, еще менее организованы креветки. Это значит, что они меньше соображают, понимаете, меньше понимают себя. И поэтому они меньше страдают. И деревья, и растения вообще не страдают, потому что они, это, есть пять уровней развития сознания. Надо сказать вам? Когда душа очень сильно, плотным слоем эгоизма окружена и сильно в желании жить для себя, то это состояние сознания называется сон без сновидений. То есть душа в каком состоянии вообще ничего не соображает. То есть это желание жить для себя так сильно бьет по башке, что душа вообще себя даже не осознает. И она рождается в растительной форме жизни. То есть она живет, но при этом только не понимает, что она живет. Она просто себя не помнит. Понимаете? Если у дерева веточку отрезать, то оно еще сильнее растет. Почему? Потому что это немножко начинает ее как бы пробуждать. То есть это ее тело дерево тушить. Перережешь веточку. На голову, что такое? И начинает круто расти. Степенулась. А там постепенно дерево, если не обрезать веточки, оно начинает становиться слабее. Яно завитать. Понимаете? Растительная форма жизни, они себя не осознают. Животные формы жизни себя осознают, но все по-разному. Чем больше себя осознают, тем больше страданий испытывает человек, когда убивают этого животного. Таким образом, есть птицу лучше, чем мясо. Есть рыба лучше, чем птицу. Есть креветка лучше, чем рыбу. С точки зрения сучьи. С точки зрения белков то же самое. Есть яйца лучше, чем креветок. Тот же самый животный белок. Но вообще, как бы, практически нет плохого крана. Просто единственная разница заключается в том, что говорится, что животный белок надо получать из высших центров, а не из низших. Когда яйца не выходят из высших центров, они исходят из низших центров. И поэтому они осквернены. Понимаете? И ты приобретаешь сознание вот этих нижних центров. когда ешь. А молоко у коров выходит из высших центров, потому что грудь на уровне сердца находится. Понимаете? Энергия сердца. И поэтому ты приобретаешь высшее сознание. Энергию любви приобретаешь. Поэтому молоко является благостной пищей, а яйца невежественные. Потому что связаны с нижними центры. Хотя насилия там нет. Просто тебя привязывает не туда, куда надо. Когда ты это ешь. Ну, в целом, если человек ест мясо, лучше переходить на яйца. Ну, сразу глядя выброски. Ну, то есть, надо постепенно. Переходите на птицу, на рыбу, на креветок, на яйца. Креветки лучше собрать? Креветки, да. Креветки, да. Там нет, выше, ниже. Как алистично? Но креветки, все равно, они живые же, они, как бы, страдают немножко. Хорошо, что они погибают. Лучше яйца, чем креветки. Яйца вообще ничего не знают, не соображают. Видите, тема тяжелая, да. Я говорю вам, что он не просится послушать. Как их переходят на поле легче. Я говорю вам о десяти вещах, которые влияют на судьбу и сильно напрягают родственников. Когда человек видит, что человек с этим начинает что-то менять, все напрягают. Я вам сейчас эти десять, как бы, наименований расскажу. Первая десять, первая вещь – это мясо. Вторая вещь – это просто освещенная пища, не освещенная. Вот принесите просто тросфильку домой, дайте родственнику попробую. Проэкспериментируйте. Если бы что-то другое привезли, он бы вообще не среагировал. Если это просвивка и срама, он возьмет и скажет, что это? Вы ему скажете, что он говорит, я не знаю, пока хочу узнать, что это? Потому что он почувствует такую энергию, которая меняет его разум. А всегда, как что-то воздействует на разум человека, он боится сразу, ему трудно. Боится. Дальше – освещенная вода. Можете попробовать просто дать воды обычный человеку освещенную воду? Вот он начнет пить освещенную, он говорит, а что это такое вообще? Что за вода? Он начнет волноваться. Одежда. Вот если вы в простой одежде ходите, никто не среагирует. Если вы в рваных джинсах ходите, там, как говорите, что вот так сделали себе из волос, никто не среагирует. Но если вы в религиозной одежде пойдете, все среагируют. Почему? Потому что это сразу указывает на то, что человек в другой платформе находится в жизни. Он в другом сознании находится. И это сразу напрягает всех. То же самое человек, допустим, может идти как угодно, но если он идет за бутылкой, это всех напрягает. То есть он невежественной платформе находится. Есть страстная платформа, невежественная, благостная. Следующий фактор, который всех напрягает, это музыка. Вот, допустим, включайте музыку любую, какую хотите, все будут слушать, но если это молитва, сразу оп! А че это такое? Все напряглись сразу. Или невежественная музыка, музыка тоже многим не нравится. Шансон там, все равно. Дальше храм, сам по себе. Многие люди боятся в храм заходить, потому что они боятся поменять свою жизнь. Так вот эти все объекты связаны с Богом. Святое место. Вот, допустим, когда в Израиль приезжаешь, там есть Иерусалим. Это святое место. Не все люди готовы туда идти. Они могут ходить куда угодно, на исторические памятники смотреть, но прямо в это святое место они боятся. И хотя бы. Почему? Потому что меняется их жизнь. Это сильно воздействует на судьбу. Это тяжело, это надо быть готовым. Человек говорит, я не готов туда идти. Ну, так и есть. Ну, такие как бы иконы сами по себе. Вот картину, допустим, возьмите любую картину. Ну, даже может там Иисус Христос. Но если это икона, там молились. Человек ударит и скажет, вот Иисус Христос, повесь на стену. Ну, может повесь. Но если это икона, он почувствует. Скажет, я не буду эту картину вешать на стену. Почему? Потому что она меняет свою жизнь. Понимаете, то есть все эти факторы указывают на что? Они указывают на то, что люди в страсти хотят сохранить свой статус волок. То есть они все хотят жить так, как они живут. Не важно, интересно, не важно, хорошо они живут или плохо, правильно или неправильно. Важно жить как все. Вот в этой вот среде они боятся, они думают, что если они будут жить не как все, значит у них будет несчастье какое-то в жизни. У них что-то будет плохо, они боятся, что его меняют. Вот это и есть жизнь страсти. Благостный человек постоянно себя меняет. И он отличается от человека в страсти. У него другая жизнь, другое окружение, другие общения, другие отношения в семье. У благостных людей есть совесть. Это значит, что они уже не беспокоятся о разврате, изменении, разрушении семьи. Бывает у благостных людей такое, но это нонсенс. Это всегда осуждаемо очень сильно. И человек такой рано или поздно, который это сделал, будет страдать за этот свой поступок. В основном благостные люди все живут нормально. С точки зрения семьи. Вот у меня в окружении, те ребята, которые со мной вместе живут, ни одной семьи не разводились. У нас были трудности у людей, мы заботились, помогали. Вот представляете, люди, допустим, решили разводиться. Я об этом узнаю. Дальше что произойдет? Они придут ко мне на беседу вдвоем. И после этой беседы я им расскажу, что будет с ними дальше, если они разводятся. Понимаете, дальше у них выбор проэкспериментировать, проверить на своей жизни. Разбираю себя в этом видео. А они видели тысячу раз, как я попадаю в точку. И они слушают, слушают, а потом чешут веку. Думают, лучше, наверное, не разводиться, блин. Потому что, если ты совершаешь плохой поступок, всегда получаешь плохой результат. Исключений не бывает. Можно, конечно, жить раздельно. Мы иногда с этим жить раздельно людям. И молиться, работать над собой, чтобы плохую судьбу преодолеть и победить ее. Но, знаете, есть такой интересный случай. У меня есть знакомый. В Венгрии есть такая, как бы, община медическая. Там люди живут по этим законам. Бывают люди общинами живут в целом. И в этой общине там такой закон. Если вы разделись, то вас выгоняют из общины без права возвращения назад. Ну, то есть, не важно, кто стал причиной разводов. Ты или ты. То есть, всех выгоняют сразу. Все, кто разведен, развелся. Такое наказание. Никогда назад не вернешься. Никто тебя не возьмет. Жесткое отношение. И одни мужчины, парень с девушкой, они вдруг поняли, что они не хотят жить друг с другом. Ну, им нравится. И они в сердце развелись. То есть, они скрывали от всех это тщательно. Они жили в одном доме вместе. У них плохой период длился два года. Вот два года они так прожили. Потом они опять сошлись. Опять никто не узнал. Потом закончился плохой период. Они поменялись и живут дальше. У тебя нормально. Понимаете? Что и требовалось доказать. То есть, только судьба разлучает людей. Если это так, то потерпи и все наладится. И так, работа над собой и правильная жизнь – это одновременно очень простая вещь. Вот все, что Егор говорит, мы сами знаем. И одновременно очень сложно. Потому что, чтобы следовать этому, нужно много раз слушать. Поэтому страстные люди слушают что-то новенькое. Они говорят, Дарья Геннадьевич, вы скажите, что-то новенькое будет на лекции говорить? Я так отриду. Вакостные люди слушают не что-то новенькое. Они слушают для того, чтобы окрепнуть в том, что они знают. То есть, они слушают для вдохновения, для того, чтобы появились силы менять себя. Потому что человек, который реально работает над собой, он знает, что есть только одна проблема. Я все понимаю, что мне надо в жизни делать. А сил не хватает. Вот это и есть проблема. И слушание дает эти силы. Дело в том, что слушание меняет разум. Злух, звук связан с разумом – это самая большая сила, меняющая судьбу. Это звук. Поэтому благостные люди живут в звуке. Страстные люди живут в прикосновении и во взгляде. То есть, они мир узнают с помощью прикосновений и взгляда. То есть, взгляд связан с умом. Взгляд показывает указанную судьбу человека. По глазам можно приблить судьбу. Прикосновения связаны с разумом тоже. Но оно как связано? То есть, допустим, женщины, они стремятся к чистоте, да? Потому что у разума есть чистота, а есть сила. Две функции. Где есть любовь и есть сила. Чистота и любовь – это одна и та же. Поэтому женщины стремятся к чистоте, да? Потому что у них больше проницательности в разуме, больше интуиции. А мужчины стремятся к чему? В силе, да? В победе. Так вот, знайте, что тактильное чувство связано с чистотой. И поэтому, если женщина доверилась и тому мужчине, ну, то есть, потеряла свою чистоту. В своем смысле слова так и говорят. Потеряла свою чистоту, да? Связалась не с тем человеком. То, что значит? Разум ее будет тоже попран. Женщина чистоты не имеет. Она не знает, как ей жить, что делать. Она ничего не соображает. Чистота дает возможность женщине понять, что происходит. То есть, она должна чисто содержать свою тактильную чувствительность. А секс – это что такое? Это тоже тактильное чувство. Что такое целомудрие? Когда ты свое тело не доверяешь, кому попало. Разношаешься с одеждой в чистоте его. Женщины стремятся к чему? К чистоте. Одежда, чтобы чистая была. В квартире, чтобы чисто было. И тело должно быть чистым тоже. Нельзя его осторонять, кем попало. Иначе ничего не будешь совхажать. Мужчина стремится к силе. Поэтому он всегда должен побеждать свою жизнь. Каждый день какая-то маленькая победа. Мужчина не должен жить просто так. Он должен постоянно что-то преодолевать, побеждать. Иначе его разум ослабнет. Он потеряет силу воли. Как определить, что мужчина ослаб разумом? Он не может собладать собой. Он не может бросить пить. Не может бросить курить. Не может поменять свой образ жизни. Значит, разум ослаб. Еще раз повторяю. У страстных людей разум ослабеет только по одной причине. По какой? Они не переключаются. Их чувство собственного достоинства. Правильно сказать. Их чувство собственного достоинства работает только в сторону расходования. Они просто пашут. Идут домой. Там они расходуются друг на друга. И поэтому они говорят, слушай, я устал. Остань от меня. Дай мне побыть одному. То есть они не могут уже общаться в какой-то момент. Потому что у них нет вот этого включения. Понимаете? Они не могут восстанавливаться. Потому что это уже благостная жизнь. Невежественная жизнь. Люди быстро расходятся. Потому что они просто даже не могут семью создать. Невежные люди вообще вместе не живут. Они просто сексом занимались. Разбежали. Все. С nonprofit люди могут жить вместе. Но какая у них жизнь? Гражданский брак. Означает, что они ответственность друг за другом брать не могут. Потому, что ответственность это уже благость. Это уже совестливая жизнь. Это другая жизнь совсем. Вы скажете, как из страсти перейти в благость? Для этого надо поменять свой концепт, свою концепцию счастья. И она потом перейдет на близкого человека. Что это значит? Иди делай добрые дела. Желай всем счастья и добрый. Смотри благостные фильмы. Включай духовную музыку. С молитвой готовь свою пищу. Вводи благость в свою жизнь. Не надо думать, что если я пойду, сдамся, как будь верой, тогда я благостным стану. Вера зареет у человека постепенно в сердце. И вообще, если говорить о вере, о религии, то ее люди неправильно понимают. Что такое религия? Это просто духовное образование. Вот те люди, которые считают, что религия – это что-то такое особенное и единственное у нас правильное – это тоже страсть. Есть страстные религиозные люди. Они как бы покрыли себя религией, но живут в страсти. Это называется религиозные фанатики. Если говорить о религии, для чего нужна вера вообще человек, она нужна для того, чтобы постигать, как идти к Богу. Больше ни для чего. Понимаете? Делать какой-то непонятный вид, какие-то ритуалы, которые никто не понимает – это все просто страсть. Уже религиозная страсть. Благость означает изучать. Вот есть опыт людей, которые идут к Богу. Понимаете? Вот это знание. Для этого нужна религия. То есть это как у института изучения духовной науки. Теперь, если говорить о движении к Богу, у человека есть этап определенный. Первый этап – человек не может перескакивать через них. Первый этап – человек вообще не хочет никакой религии. Он хочет молиться Богу. Как? Он чувствует. И не надо через это перестать его. Поэтому славьте Бога. Повторяйте молитву в своем сердце. Господи, я тебя люблю. Господи, я тебя люблю. Как хотите, как вам нравится, так и повторяйте. Надо именно прославлять Бога. Не повторяйте. Господи, дай мне работу. Господи, дай мне работу. Это не молитва. Молитва означает оторваться от себя. Понимаете? Забыть про себя, думать о Боге. Это молитва. Второй этап развития человека. Первый этап – он просто верит в Бога, как считает нужным. Он верит, как мне нравится. Он знает, что Бог есть, и я верю, как хочу. И как меня заставляет. Второй этап – этот человек начинает чувствовать, что все веры хорошие, и у него появляется другая проблема. Он не может никакую веру выбрать, потому что они все классные. Ему всем нравится. Он любит мусульманские песни, мелодии, любит христианские, любит ведические, там еще какие-то, еврейские. Вот. И в нему все классно. Он думает, блин, все везде классно. Не знает, что выбирать. И не надо ничего выбирать, потому что ты просто увидел другой мир. И смотри, рано или поздно человек сначала выбирает Священное Писание, а не верою стать. Потому что вокруг Священного Писания много-много традиций духовной. Сначала человек выбирает Священное Писание, ему нравится, там все написано, как ему понятно. А потом дальше уже какую-то традицию духовную. Ну, такой будет. Зачем нужна традиция? Нужна потому, что нужен наставник. Вот наставников не духовной традиции не бывает. Если вы нашли себе наставника, у него никакой веры нет. Это значит, вы нашли себе проходимца. Потому что человек может стать наставником, только если его кто-то выучил. А это означает цель ученической преемственности. Это и означает традиция духовной церкви. Любая духовная традиция имеет только одну основу, две основы. Первая основа Священного Писания, вторая цель ученической преемственности. Князь или православный монах, он не рассказывал, какая у них цель ученической преемственности. Рассказывал, кто от кого дал знание, которое он не будет. Значит, это истинная вера. Два критерия. Третий критерий – это святость. Если святые люди есть, значит, тоже это истинная вера. И четвертый критерий – это признание, что Бог один. Четыре критерия. Признание Бог один – святость, Священное Писание и цель преемственности. Это четыре основных критерия истинной веры. Их много истинных вер. У них есть вот эти четыре критерия. Если кому-то молния в кошку ударила, и он написал свою Библию, то это не как. Нет цепи преемственности. Понятно, да? Мы говорим с вами о победе над судьбой. Человек в страсти не может победить судьбой. Если вы пришли к астрологу, вы живете в университете, значит, будет хуже, чем в гороскопе написано. Если вы живете в страсти, пришли к астрологу, будет точно так, как написано в гороскопе. Ничего не поменяется в вашей жизни. Если вы живете в благости, вы пришли к астрологу, все будет не так, как там написано, а гораздо лучше. Потому что все в вашей жизни меняется. Вы побеждаете свою судьбу. И жизнь в благости означает победа над судьбой. Единственное, что надо понять, что для победы над судьбой человек должен оторваться от себя, начать что-то делать для других. А это очень сложно. Это и есть самое сложное, что есть в этом мире. Как только человек начинает действовать бескорестно, он начинает побеждать свою любовь. Даже просто пробежаться, понимаете, не думая о себе по природе, это очень сложно. Вот ты бежишь о себе, начинаешь думать. Она послушает реакцию, решает всем счастье, всем улыбаться. Но что-то делать не для себя, иначе ты не будешь лечиться. Обмен любовью с чем-то означает бескорестное состояние. Если ты бескорестными настроем, ты не будешь обмениваться ни с мужем, ни с женой. Для того, чтобы от жены получить любовь, допустим, наслаждаться наслаждение с женой кончилось. Что такое наслаждение с женой? Влюбленность. Кончилось. Дальше, что делать? Надо бескорестно служить. Что значит бескорестное? Ну как, кайка нет от жены. Просто сделать доброе дело. Мы же вместе долго живем. Пускай быть счастливым. Это называется бескорестное состояние. С этого момента у тебя чистое отношение к ней. Чистота проявляется. Чистота, глубина отношений проявляется. Это означает нормальная, нормальная настоящая жизнь. Человек должен понять только одну простую истину, если говорить о семейной жизни. Все предельно просто. Вот есть у близкого человека всего две вещи. Первое, в нем есть божественные качества. А второе, в нем есть твоя судьба. То есть в нем есть человеческое, которое тебя влючит. И в нем есть божественное, которое ты полюбил. Люди влюбляются в божественное человека. Но они не осознанно это делают. В человеческое влюбиться невозможно. Вот представьте, вы как бы убедили человека, и в нем стоит твоя судьба. И ты видишь, как он тебя будет мучить все жители. Ааа, нет! И текать от него. Для того, чтобы жить человеком, Бог осветляет человека своими качествами. Какие божественные качества у женщины? Природные. У каждой женщины. Доброта, нежность, красота, желание заботиться, верность, чуткость. Доброта и так далее. Это женские, естественные, божественные качества. Не принадлежат женщине. Принадлежат Богу. Понятно? И человек должен это видеть в своей жене. И всегда он будет счастлив с ней. А судьба будет что делать? Заставлять его видеть человеческие качества в жене. То есть обидчивость, плаксивость, женность, еще что-нибудь. Федактичность. Костность мышления. Все это женские качества, естественные. Мужчине божественные качества какие? Это способность побеждать судьбу, твердость характера, спокойствие, терпение, преодоление трудностей, рассудительность, уверенность в победе, щедрость и так далее. Качество мужчины божественное. Богом данное. Человеческие качества мужчины нет. Что такое? Это похоть. Это как бы занудность. Насилие. Насилие. То есть все время хочет, чтобы боевого было, не дает покоя. Мучает. Мучает. Это... Ничего себе. И женщин тоже мучают. Каждый способ мучает. Все эксплуатируют друг друга. Женщина как эксплуатирует мужчину? Она хочет, чтобы он общался с ней, как она хочет. Она хочет, чтобы он вел себя правильно. Она хочет, чтобы соблюдал чистоту. Туда ходил, туда не ходил. Делал то, что она хочет. Делал то, что она хочет. И она полностью конкретит всю его жизнь. Женщина. А мужчина как эксплуатирует женщину? Он эксплуатирует ее тело. Наслаждается ее телом. Лезет к ней. Пристает. Хочет наслаждаться телом. Все. Каждый эксплуатирует друг друга в личной жизни. И поэтому страдает. Но когда человек начинает божественно обращаться к человеку, то вот наступает любовь. Вы же придете и меня розу послушать, да? Да. Хотите посмотреть на тех, кто вот так поет? Вот это вот как раз иллюстрация. Иллюстрация. Они на все мои мысли иллюстрации сделали в виде песен. Вот на эти мысли, что надо божественное в человеке видеть, есть иллюстрация в виде песен. Хотите послушать? Вот противоположная песня тоже. Противоположное качество бескорыстия или видения божественного – это желание наслаждаться близким человеком. Желание, чтобы он исполнил мои желания. То есть это обида на него, я с тобой живу, а ты мне вот этого не делаешь, того не делаешь. Это называется привязанность. Беспривязанность рождает скорбь, депрессию, ощущение, что ты зря живешь с этим человеком. И причина – твои желания, потому что нет. То есть почему он теперь не делает то, что ты хочешь? Потому что не положено. Солдат приходит, в столок смотрит. Масла нет. У него собрали деды масло. Там какие правила? Он правил к прорщику подходит и говорит, у меня масло не положили в тарелку. Он говорит, что не положено масло? Нет. Не положено, значит, не положено. Он говорит, а у деда у него положено в тарелке два раза больше масла. Прорщик говорит, положено в тарелке масло, значит, положено. Так он объяснил закон Карла в Армии. Ну то есть и что остается – только принять судьбу, да? То есть полгода как-то без масла, потом полтора года с маслом. Примерно так. И так, мои хорошие, принимайте судьбу. Тот, что муж вам не может дать, значит, не положено. И если вы примете, значит, что произойдет? На 30% это не положено мужу преодолеем. То есть, если вы привыкли к тому, что так себе это примете, значит, будет лучше, только хуже не будет. А если вы бунтуете, значит, будет хуже. И это называется привязанность. И привязанность приводит в разрухи в жизни, в разрухи. Все разваливаются, потому что мы пугаемся, на самом деле не любим друг друга. Вот люди, которые привязаны друг к другу, они даже по душам поговорить друг другу не могут. Потому что нет возможности. Они так сильно ждут друг от друга что-то, что даже… Придем. А? Придем. Придем. Да нет, я просто… Я просто сам счастлив, что есть такие люди. Я когда на их концерте присутствую, то я просто цепенею вот так вот слушаю и просто… Как так можно… Такие отношения с тобой тут… Вообще просто шикарно очень. Демонстрация, так сказать, деться. Так. Ну ладно. Просто надо быть красивым. Умным, честным. Добрым, ловким. Смелым. Но только и всего. Омни. Умным, умным. Ух. Омной. Муж… Омни. Ух. Омни. Автор кулак. Ух. В Карстан Vamos.